Либералы никогда в России у власти не были. Другое дело, что государство российское и начальство периодически, обычно тогда, когда наступала полная задница, ну, например, поражение в Крымской войне, я имею в виду ту войну при Николае, позвали реформаторов реформы, ну, бывало. Тупик, развал Советского Союза, надо что-то делать, российская власть. Когда совсем плохо, происходит следующее. Начальство зовет людей, они называются либералы. Дальше. Либералы делают самую грязную, неблагодарную часть работы, после чего начальство говорит, что, видите, как стало плохо, это они виноваты, и возвращается к своей обычной любимой деятельности. Величие страны, можем повторить, и все такое, да? Потому что за дело сделано, дальше страна развивается уже по новым правилам, достаточно эффективно. Вот что происходит. Если вы попробуете представить, кто, вот есть такой миф, в 90-е годы у власти в стране были либералы, на всякий случай. В 90-е годы президентом был, значит, Борис Николаевич Ельцин, а потом чуть-чуть, ну, Владимир Владимирович Путин, уже будем считать, нулевые годы. Представителем правительства практически все это время был Виктор Сепарыч Черномырдин. Работал с ним, уважая его, человек, выдающийся, но ни разу не либерал. Ну, иногда в правительство на очень короткое время на значимые должности попадали действительно либералы до мозга костей. Чистая правда, год или полтора Гайда располнял обязанности представителя правительства, да? И еще в правительстве, где я работал, 97-98 год, был момент, когда при Черномырдине были вице-премьерами Чубайс и Немцов. Это было год или полтора. Все, ребята, о чем вы говорите? Никогда в жизни либерал в стране не был ни президентом, ни премьер-министром, но Кириенко чуть-чуть был, хотя Кириенко насчет его либерализма я отдельно могу. Поэтому слухи о том, что либералы рулят, сильно преувеличены. Проблема в другом. Проблема в том, что разумная экономическая политика в большой стране с образованным населением и с рыночной экономикой может быть исключительно либеральной. Вот попытки другое что-то делать, что происходит при этом, мы хорошо видим, например, в Венесуэле. Царство социализма, ну вот смотрите. Более жесткие варианты видим в Северной Корее и видели в Кампучи и времен Палпота. Социализм в чистом виде.